Привет, у микрофона Antic, и сегодня мы познакомимся с новым проектом от наших разработчиков под названием Eratus Lord of the Dead, что в переводе означает примерно Иратус, повелитель мертвых. Игра очень похожа на Darkest Dungeon своей боевкой, тем не менее тут много уникальных фишечек, о которых я конечно же сегодня расскажу. В чем суть игры? Суть игры в том, что мы собираем отряд из четырех юнитов, из четырех, внимание, монстров, то есть это у нас нежить, не случайно игра называется повелитель мертвых, потому что мы можем сами создавать вот этих ребят из частей тел убитых врагов. То есть мы убиваем вот эти отряды вражеские, мерзких людишек каких-то, и потом из частей тел собираем новых воинов. В нашем отряде сейчас невеста Иратуса, это лучница некая, возрожденная. Дальше скелет, это вот у нас брутальный такой зомби с пушкой, он стрелок, и темный рыцарь, парень в доспехах с огромным мечом, очень мощный чувак. Итак, что стоит заметить? В принципе боевка от Darkest Dungeon не слишком отличается, быстро вы разберетесь, если играли в ту игру, но если не играли, в принципе я могу объяснить, это немного времени займет. У каждого юнита есть свои скиллы, и он их может применять в зависимости от своей позиции. То есть он сейчас стоит у меня на третьей позиции, и с этой позиции можно атаковать вот этих двух ребят, вот на этих позициях. То есть вы видите вот эти квадратики? Эти квадратики означают, где должен стоять юнит, и кого он может атаковать. В принципе оно понятно. Атаки делятся на физику, магию и стресс. Опять же в Darkest Dungeon мы ходили по подземельям людьми, да, и получали стресс, ну а тут наоборот. Мы можем сами применять стрессовые атаки и сводить с ума наших врагов. У них есть параметр рассудок. Тут подсказка немного неправильная. И мы можем их просто сводить с ума, в прямом смысле они могут сбежать с поля боя, если у них очень маленький рассудок, или вообще умереть от страха, если рассудок опустится до нуля. Вот такая вот механика. Далее, какие параметры? Есть атака, это урон, который мы будем наносить. Дальше атака стрессовая, то есть урон от стресса. Дальше есть точность. Если точность больше 100%, то она конвертируется в удачу. Ну а удача определяет шанс нанести критический удар. Дальше есть броня. Броня это просто уменьшение урона от атак, то есть на количество брони уменьшается урон. Дальше есть блок. Блок это полный блок, то есть полный блок атаки. Видите, тут у нас у врагов два блока есть. Эти блоки надо снимать, чтобы добить врага. Дальше есть уклон от магических атак и инициатива, которая определяет порядок ходов. Ну и хп, ясное дело, да? Что мне нравится в этой игре, это то, чего мне не хватало в дарке с данженем. Это шкала инициативы. То есть в даркести там постоянно нужно как-то смотреть по юнитам, кто будет раньше ходить, кто позже. Ну а тут нормальная шкала, в принципе понятно, кто за кем ходит. И можно спланировать как-то свои атаки. Ну что ж, маленько подеремся. Я сейчас хочу стрессовые атаки применить и показать, как вообще юниты себя ведут при маленьком рассудке. Давайте, например, вот этого товарища пугать. У него больше всего хп. И его имеет смысл атаковать стрессовыми атаками. Помимо обычных атак есть еще и магия. Магию тоже мы будем изучать. Покажу как потом после боя. Вот, например, магия проклятия крови. Что-то такое, да? До конца боя жертва потеряет 10% удачи. Если она умрет от страха, то игрок будет иметь 35% шанс получить вампира по окончании боя. То есть это очень крутая магия. Мы можем халявного воина получить, не применяя крафт. Вот, давайте его маленько дебафнем на минус 10 удачи. Ну и стрессовая атака пошла. Она еще переместит скелета вперед. Видите, стрелочка, да? То есть опять же юниты могут меняться местами. Так, лучница. Лучница, по-моему, стрессовой атаки-то есть вот стрессовая атака. Так, урон. Цель не может передвигаться. Давайте нанесем урон этому товарищу опять же. Получил он урон от стресса. Видите, внизу шкала рассудок как раз. Серая такая. Так, мимо. Да, кстати говоря, от атак пока звуков нет. Вообще это при альфа-версии. То есть мне разработчики дали демку, чтобы я вам ее показал. Ну и вот, в общем-то, показывают. Так, у нас рыцарь темный. Рыцарь темный. У него есть такая комба мощная. То есть вот, например, он бафает себя на броню и дебафает какого-то союзника. И потом он на следующем ходу сможет применить скилл, который очень много урона нанесет. То есть он за счет своей брони может нанести урон и переместиться вперед. Так, давайте дебафнем, например, этого скелета. Рыцарь у нас идет назад. Так, блок сработал у нас. Хорошо. Так, пушкарь. Пушкарь что может сделать? Давайте глянем. Стрессовая атака, опять же. Цель теряет две инициативы до следующего действия. Давайте фигачим. Отлично. Да, очень медленно стресс, конечно, уменьшается. Но что поделать? Будем драться. Так, ковер-вотч это нам не надо. Да, кстати говоря, есть такие вот стойки. Опять же, в дарке здания же они, в принципе, тоже были стойки. То есть можно было защищать какого-то союзника или что-то такое. Или парировать атаки. Тут у нас мы встаем в стойку и потом при перемещении врага наносим урона. Если кто-то будет перемещаться туда-сюда, да? Ну, это, конечно, такое себе. Придется ждать, пока кто-то переместится. Так, давайте вот опять же стрессовую атаку применим. Все, стрессы у него уже очень маленькие. Так, продолжаем его давить. Да, тут еще есть магия, опять же, стрессового удара можно применить. Напугаем. Все. Он погиб от разрыва сердца. То есть у него стресс ушел в ноль и он испугался и умер от страха. Все, вот применяем эту супер-атаку рыцаря, которая тройной урон наносит в зависимости от брони. Вот вы видите, у него 21 броня. Он сейчас много хп может снять. Только кого бить? Можно, в принципе, ваншотнуть одного из этих вот. А можно этого ударить, потом добить. Давайте ваншот... Нет, слушайте, ваншот тут не получится, потому что удар может просто уйти в блок. Так что я вот этого ударю. Гарантированно лучше. Ну вот, в общем-то, такие пошаговые бои. Кто играл в Даркест, тот поймет, в чем вообще интерес такой игры. Так, у нас что-то серьезно пошло, да? Опять же, мы ходим по подземельям. У нас несколько будет таких боев в процессе прохождения одного подземелья так, что хп останется на таком же уровне к следующему бою, но мы между боями можем, опять же, крафтить юнитов, менять отряды, менять состав и так далее. Так, следующая атака. Давайте физическую атаку, что ли, всем целям не подойдет. Не подойдет. Он сейчас не на удобной позиции стоит. Вот этого никак не заденет. Ну давайте хотя бы эту. Таких двух. Поснимаем пока блок. Так, скелет добьет, этого не добьет. Да, должен добить. 12 хп. Отлично. Вот, есть улучшница, опять же, аоешка. Мы сейчас можем снять... Нет, не можем. Нет, подожди, давайте попробуем. Написано, стоит одно золото. Вот это я, кстати говоря, не понял в этой демке. Золото тут я вообще пока не видел. И что за золото тратится? Не совсем понял. Ну, возможно, мы разберемся в этом, когда перейдем в экран нашего лорда. Так, опять суперудар. В принципе, чтобы ваншотнуть, можно это сделать. Если обычной атакой, то физическая атака плюс 30% урона против цели, имеющей полный запас здоровья. Давайте попробуем. И промах. Отлично просто. У него точность 85% и произошел промах. Ну, в принципе, такая вероятность высокая. Все как обычно. Везет, не везет. Так, стрессовая атака нам не нужна. Надо как-то его переместить вперед, но у нас нет таких скиллов, к сожалению, чтобы переместить вперед. Так что придется, придется просто терпеть. Давайте мы бафнем его пока что. Так, отлично, крит прошел по второму. Сейчас мы вот этого второго как раз добьем. Только вот зомбаком лучше добьем, потому что иначе у нас зомби никак не походят. В принципе, можно скелета назад оттащить, чтобы он место зомби занял, но ладно, пока что. Да, вот двойная атака у скелета. Он может два раза атаковать, но это, наверное, имеет смысл, когда у нас больше 100 точность, потому что так он меньше просто урона нанесет, чем одиночной атакой. Так, минус 12 хп. Этот у нас производит атаку с стрессом с бонусом 25% ужаса за каждый дебаф на цели. Ну, дебафов сейчас нет. Тут еще у нас есть снимает с рыцаря все дебафы и саляет ему количество силы, равное двойной текущей броне. Это интересно. У нас пока броня 0, так что бессмысленно. Просто рубим. Просто рубим и сейчас, может быть, ауешками-то их добьем. А может быть и нет. Так, мне бы рыцарей не потерять. Было бы неплохо. Так, вот у нас только этой атакой можем мы задеть его. И блок, конечно, срабатывает, да? Просто отлично. Просто прекрасно. Так, минус 1 и остался последний чувак, которого мы... Сколько у него хп? 10 хп. Просто одним ударом мы его добиваем. Отлично, бой закончен, победа. Видно, кого ранили и какой лут мы получили. Да, кстати говоря, мы получили вампира. У нас был шанс 35% и мы этим шансом воспользовались. Так, это у нас какое-то колечко, которое нам пригодится в процессе. Ну и вот, в общем-то, комната нашего лорда Иратуса. Такой вот импозантный мужчина, который смотрит и постоянно скалится какого-то хрена. Итак, что можно делать? Вот у нас инвентарь, все, что у нас имеется в сундуке. Дальше есть этот шкафчик, в котором есть дерево прокачки. Пока что в демо-версии ветка тактики не работает, доступна только ветка алхимии и ветка магии, причем тоже не до конца, потому что многие таланты тут в демке опять же не работают. Вот у меня взята магия как раз блуд курс, которую мы видели, которая дебафает удачу и дает шанс получить вампира. Есть как раз ссора, сожаление, грусть, которая на стресс дамажит. И есть, допустим, экстракшн. Это уже алхимия, открывает возможность получать особые ресурсы из базовых. У нас еще один поинт есть, давайте-ка этот поинт мы вложим, например, вложим, например, взять дистилляцию, чтобы получать какие-то из четырех одинаковых базовых ресурсов, получить один такой же ресурс, либо можем трансмутацию сделать при образовании одного вида ресурсов в другой. Давайте вот это возьмем, дистилляцию, и сейчас глянем. Вот у нас алхимический стол, и мы можем что-нибудь сделать. Так, дистилляция, трансмутация. Нет, тут у нас не получится. Вот ресурсы, которые мы можем получить, более высокого качества, да, судя по всему. Да, давайте попробуем эти кости сделать и скрафтить. И мы получаем анкамон, да, это уже, ну, то есть, камон это обычное, а это необычное, анкамон это необычное. Все окей, все сработало. Хорошо, понятно, что за алхимия, как ресурсы превращаются в другие ресурсы, ну, и теперь крафт давайте глянем. У нас есть определенные чертежи у наших монстров, например, вот она невеста Иратуса, лучница, вот он темный рыцарь, дальше у нас скелет, мы их уже видели, вот у нас брутальные зомби, дальше баньши, у баньши есть способность крик, стрессовая атака, то есть мы партию можем подбирать чисто под физ урон, чисто под стресс урон, в общем, я думаю, именно так нужно действовать. Так, мумия, дальше лич, и точнее хедхантер, охотник за головами, да, переводится, и он без головы, вот такая вот, такой вот рофл, давайте мы, наверное, его и сделаем, афилической, афилической атакой обладает, да, ну, пока партию на физ за атаку, наверное, мы соберем, крафтим, так, на какой он вообще позиции стоит должен, он должен впереди стоять где-то, да, вот мы его место, как раз сейчас, нашего темного рыцаря, покоцанного, и возьмем в бой, ну, и у нас есть инвентарь самого лорда, то есть мы можем ему различные надевать вещи, так, каждый раз, когда игрок применяет заклинание, случайному врагу аносят 15% а 15% урона стрессом, ну, в принципе, прикольно, слушайте, это опять же, надо стрессовую партию тогда собирать, у меня на физику, ну ладно, хрен с ним, у нас просто, как бы, обзорный эпизод, мы поглядим, чё и как, нам не обязательно тащить, всё равно, в демке далеко не пройдёшь, так, может быть, я думаю, ещё кого-нибудь скрафтить, как вариант, тогда уж, вот, скелета бы заменить, да, ну, кто-то у нас вообще может стоять, сзади там, большая может стоять сзади, но она такая, и впереди и сзади, так, мумия, 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 вот мумия подойдёт, чё она умеет, стрессовую атаку, физическая атака, 100% урона, цель теряет удачу, дальше дебаф, продлевает длительность всех проклятий, угу, окей, стрессовая атака, ну, слушайте, у нас, видимо, всё-таки партия обречена быть на половину стресса и физика, скрафтим мумию, чтобы чисто на неё посмотреть, всё, идём дальше, вот на карту нажимаем, уровень всё, вот посмотрел, да, да, всё вроде посмотрел, и выбираем, куда идти, опять же, помните, да, как в Даркес Данжене мы выбирали, в какую комнату пойти, тут тоже самое, примерно, просто мы в процессе путешествия можем партию менять, вот такая вот фишечка, так, наверное, пойдём сюда, встречаемся с какими-то опять мерзкими людишками, у нас чувак с плёткой, он может бафить своих друзей, так, и давайте, с чего начнём, надо решить, так, смотрите, ещё раз посмотрём, стрессовая атака есть, в принципе, давайте пробуем, может, стрессом пристануть для начала, да, давайте стрессом, кого только, у кого больше хп, 75, 75, вот у этого много хп, нет, у него 50 хп, факелоносцы, короче говоря, пробуем, так, минус стресс, так, тебе тоже надо стрессом фигачить, это АОЕшка стрессовая, о, нормально, голову поднимает и показывает её врагу, но эти ребята на самом деле выглядят не то, чтобы, как люди, которые могут чего-то испугаться, они должны пугаться, в принципе, как в зеркало смотрится, каждый раз, слухи, что-то нас фигачат, по-моему, и что-то мы стресса-то ни хрена не нанесли, так, это что за баф, это опять бак такой-то, да, не показывает, что-то фигня, так, 100% больше урона хэдхантерам, неплохо, короче, что-то у нас стресс не пошёл, да, можно, в принципе, поджечь тогда и продолжить стрессовую атаку, эх, да, так, стрессовую атаку давайте продолжим, я хочу, чтобы кто-нибудь из них сбежал с поля боя, испугался и сбежал, чтобы показать, что такая возможность есть, но я думаю, вы мне и на слово поверите, если что, отлично, да, разработчики просили упомянуть, что в их группе ВКонтакте скоро будет розыгрыш ценных призов, так что в описании я ссылку оставил под роликом, заходите и подписывайтесь, если вам игра понравилась, конечно же, так, стрессовая атака, давай, добивай, должно мы его заставить как-то сбежать, так, да, он ещё получает, между прочим, шанс атаковать своего союзника, так, ловушка, ловушка, стрессовая атака, добиваем, не хочет он убегать, да, а, я не того, что ли, атаковал, или он принял просто на себя урон, непонятно, так, так, вот он своего союзника бьёт, из-за стресса, что-то у него рассудок-то уже десяточка, хорошо, дальше продолжаем гнуть свою линию, всё, от разрыва сердце помер, пока, короче, никто не хочет у них убегать, что печально, но всё-таки я вас заставлю, твари, сбежать-то отсюда, вот он маленький, очень рассудок, блин, он всё бафает и бафает, так, ну чё, можно и этого добить, давайте добьём чём, ладно, не хотят они убегать, чёрт с ними, будем так добивать, обратного пути уже нет, раз уж мы начали, таким образом действовать надо, так и продолжать, промах, отлично, да, у стрессовых и так тоже может быть промах, бывает, в принципе, знакомо, ну и всё, давай добивай, промах, как так-то, уроны очень маленькие уже, ух, чтоб тебя, всё, давай, разрыв сердца, отлично, ну и остался последний старик, последний старичок с плетью, я пока вот эти скиллы как бы не запомнил, так что вот постоянно мотаю мышкой, уж, меня простите старого, так, и вот, закончили мы, почти у нас убили хэдхантера, чё-то, короче, нам не везёт тем, кто на первых позициях стоит, на уретрит ордер, какой-то приказ, так, череп, кости, душа, оружие и кости, окей, вот, в принципе, я думаю, для первичного обзора игры, вполне хватит, понятно, в чём заключается игра, давайте, в заключении мы, наверное, что-нибудь ещё, попробуем скрафтить, ну-ка, подождём, а где у нас, где у нас создание чего-нибудь хорошего-то, позволяет заменять части монстров, такими же, но более высокого качества, вот это, к сожалению, я не пробовал ещё, давайте посмотрим, что за фигня, на монстра щёлкнём, вот оно чё, вот оно чё, тут оно, в общем-то, и заменяется, да, трансплантация-то, то есть мы можем найти, допустим, чувиху с костями, и заменить её кости на, обычные кости, на необычные кости, и это даст нам какой-то бонус, так, чё там, плюс 10 удачи, плюс 10 удачи до конца боя, максимально 20, да, вот именно так это работает, то есть это уже в редактировании самих монстров находится, штучка, а не на алхимическом столе, ну чё ж, ну чё ж, давайте тогда займёмся созданием предметов, то есть вот, например, можем создать некую маску, заигрываю описание, пока не могу посмотреть, чё за фигня там, ну создаём, она добавляется в инвентарь, плюс 2 к стрессу, к урону стрессу, неплохо, так, зуб какой-то, зуб, причём, из черепов создаётся, так, плюс 5 к удаче, какой-то ремешок, из лохмотив он делается, крафтим, всё, и теперь можно попробовать наших монстров приодеть, то есть зомбаку, например, дать, плюс 1 к инициативе, чтобы он ходил побыстрее, так, к стрессу надо давать, например, мумии, ну вот таким образом мы их одеваем, опять же, даём какие-то триньки, да, артефакты, и посылаем в бой. Ну чё ж, я думаю, сложилось какое-никакое представление об игре, пишите свои впечатления в комментариях, подписывайтесь на группу разрабов ВКонтакте, поддержите наших, как говорится, отечественных разработчиков в их начинаниях, ну а с вами был Антик, всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok